11 июля Организация Объединенных Наций отмечает Всемирный День Народа Населения. Накануне этой даты в Москве прошел телемост Ереван-Москва-Киев-Кишинев-Астана. Демографическая ситуация в странах СНГ, общие вызовы и частные проблемы. Почему появился этот день? В 87-м году, 11 июля, население мира достигло 5 миллиардов человек. И вот придавая большое значение важной дате общему событию для землян, в 89-м году Организация Объединенных Наций прикомендовала всем странам использовать этот повод для того, чтобы говорить о проблемах народонаселения, о том, какие мы ищем подходы в решении этих самых проблем. А таких проблем масса. Согласно исследованиям, демографические процессы в государствах постсоветского пространства неутешительны. Спад рождаемости, признаки депопуляции, как следствие старения общества. По данным ООН, население в странах СНГ, за исключением Казахстана, к 2050 году существенно сократится. Эксперты обсудили способы переломить тенденцию. Я бы не возлагал большие надежды на концепцию семейной политики, тем более на тот вариант, который сейчас активно или не очень активно, но начал обсуждаться. Во-первых, у нас есть концепция демографической политики России на период до 2025 года. Она была принята в 2007 году. Она разбита на три этапа. Первый этап уже закончился в 2010 году. Второй этап с 2011 до 2015 год сейчас реализуется. На каждый этап есть достаточно обширный план мер по реализации концепции по трем основным направлениям, связанным и со стимулированием рождаемости, и с улучшением репродуктивного здоровья, и со снижением смертности, и с регулированием миграции. Вот эта концепция, она реализуется. Что касается того, что демографы называют естественными приростами или естественной убыли, то есть разница между числом родившихся и числом умерших, то последний год у нас был рекордным за последние 20-летия. Вот эта разница составила всего 4 тысячи. Ну, всего 4 тысячи, если мы сравним с разницей в 900-960 тысяч, которая была еще где-то в середине 90-х годов, то это, конечно, огромный шаг вперед. У нас почти сократилось в этот вот естественный убыль, то есть число рождений приблизилось к числу смертей. Но означает ли это, что мы окончательно переломили ту самую тенденцию, о которой мы говорили многие годы, и что нас впереди ждет счастливое демографическое будущее? Но это, к сожалению, далеко не так. Впереди нас ждут достаточно сложные с демографической точки зрения времена. И вот те хорошие, относительно хорошие показатели, которых мы достигли в последние годы, может быть, так и останутся лучшими за ближайшее какое-то там 5 или 10 летие. Кратковременный демографический рост последних лет эксперты называют подарком из прошлого. Он результат правильной политики 80-х. Но короткий золотой век заканчивается. Впереди у нас у всех достаточно общая проблема, поскольку вот эта демографическая волна, которая уже упоминалась, то есть подъемы числа рождений, снижение числа рождений, дальше они нас понесут немножко вниз. Вот мы уже пика достигли. Демографическое прошлое страны СНГ до сих пор сказывается на ситуации не только в лучшую сторону. Огромные потери, которые понес Советский Союз во время Великой Отечественной войны, они, конечно, сильно деформировали структуру населения и сказывались, и будут еще достаточно долго сказываться на демографическом развитии наших стран. Та огромная демографическая яма, которая получилась в результате войны, это и потери населения в возрасте 20-30-40 лет, особенно мужчин, которые участвовали в войне, это и резкое сокращение рождаемости в годы войны примерно в два раза с довоенного уровня. Они, конечно, сказались на демографическом развитии, скажем, второй половины 60-х годов. Во всех наших странах была очень низкая рождаемость. Тогда мы были единой страной Советский Союз и 15 республик союзных. Так вот, низкая рождаемость второй половины 60-х годов, она обусловила и низкую рождаемость 90-х годов. Сейчас общее население пяти стран 202 миллиона человек. Это более 3% населения мира. Демографические тенденции тоже общие. Тенденция для популяции, она характерна, конечно, для многих стран, в частности, Западной Европы, СНГ, для стран христианской культуры. Это очень характерная тенденция. Она глобальная. Здесь нам просто надо признать, что это идет объективный процесс некоторого сокращения населения, приведение его к некоторому оптиуму, будем так говорить, потому что в целом глобальный процесс народонаселения на планете идет по возрастающей. Мы перешагнули 7 миллиардов и к 50-му году прогнозируют порядка 10 миллиардов. Это такой тоже очень сильный прогноз, возможно, будет несколько меньше. Но безудержный рост населения на планете является вызовом. Это общая угроза для всех, поскольку ресурсы на планете, они, в общем-то, ограничены. То есть мы, каждый из нас в наших странах, боремся за то, чтобы население наше не уменьшалось. Это понятно, это правильно. Но в целом ситуация такова, что часть стран проводят нормальную демографическую политику с учетом ограниченности ресурсов. Но есть страны, где демографическая политика просто агрессивная. Там идет безудержный рост населения. И возможно, что многие европейцы говорят о том, что Европа сокращается, Азия возрастает. И это своего рода демографическая экспансия. Здесь есть политическая компонента, которая для многих выглядит рисковой. И поэтому многие страны озадачены тем, что уменьшается население. Прежде всего, конечно, все зависит от желания самих людей создавать семью, иметь детей, не одного, а двоих или троих. И, конечно, многое зависит еще и от готовности придерживаться здорового образа жизни. То есть самим заботиться о своем здоровье и не только надеяться на здравоохранение.